Всем привет! Это канал Any Nails. В этом видео я расскажу вам, как подобрать по размеру гелевые типсы для наращивания. И еще покажу идею классного летнего дизайна ногтей. Буду делать все левой рукой. Если у меня все получилось левой, то думаю у вас обязательно все получится. Маникюр у меня уже выполнен и забавлена ногтевая пластина. Не забудьте протереть ногти обезжиривателем. Перед наращиванием я наношу бескислотный праймер. Лишний материал снимайте с кисточки об флакон. Наносим тонким втирающим слоем, сушим на воздухе. Далее нам нужна эластичная база. Я взяла от Луи Филипп. Она не сильно густая и хорошо держит гелевые типсы. Наносим базу на ногти очень тонким слоем, так чтобы просто покрыть все базой в тонкий слой для лучшего сцепления. Наносим и сушим полное время где-то 30 секунд. Итак, как же подбирать гелевые типсы по размеру? И тут самое главное, как их крепить. Типса должна надеваться на ноготок вприты. Типсы вы должны ощущать на ноготке. Также она должна закрывать боковые стороны ноготка. И самое важное, все типсы я креплю на ноготок с отступом 2 мм от кутикулы, чтобы легче выпиливать ступеньку и не было пустых карманов в зоне около кутикулы. Вы могли заметить, что типсы имеют такую форму, если двигаешь ее ближе к кутикуле и отпускаешь типсу, чтобы закрыть боковые стороны, образуется карман в зоне около кутикулы. Далее я покажу на примере, что это такое карман воздушный около кутикулы и как, конечно же, его исправить. Давайте перейдем к наращиванию. Для начала я протираю типсу клинсером и далее приступаю к наращиванию, так как типса уже матовая внутри и мне не нужно ее мотировать. Наносим базу совсем немного, так как у меня расстояние между типсой и ноготком небольшое. Лед фонарик я подвешиваю на лампу и заранее включаю его. Далее надеваю типсу на ноготок, фиксирую в зоне около кутикулы где-то 5 секунд. Далее я могу апельсиновой палочкой подправить базу, которая выбежала на коже снизу и сверху, потому что она еще не засохла и хорошо убирается апельсиновой палочкой. Далее я фиксирую все фонариком уже под ноготком и сверху, где-то это занимает 5 секунд и уже приступаю к следующему ноготку. А когда я закончу все ноготочки, я уже сушу их полное время по лампе. На среднем пальчике у меня получился тот самый карман около кутикулы, так как типсу закрепила сильно близко к кутикуле. Давайте покажу как это исправить. Вот мы просушили типсу, я беру тонкую кисть и капельку этой же базы. Кистью я заполняю этот карман базой, убираю излишки и сушу в лампе. Ура, карман пропал, теперь сильно выпиливать его не придется. Что делаем дальше? Далее мы вытираем липкость и убираю длину типсорезом. Для меня это все-таки большая длина, форма типсу у меня балерина и хочу такие же ноготочки в форме балерины. Поэтому нужно немножко подправить форму пилочкой и немного заузить торец. Теперь нужно как-то убрать ступеньку, вообще можно ее спилить пилкой, но я сделаю это керамической фрезой в форме кукурузки. Носиком фрезы на 15 тысячах оборотов спиливаем ступеньку. Готово. Убираем всю пыль, лучше даже помыть руки и можно приступать к покрытию. Я взяла базу сакура, наношу ее в средний слой, делаю выравнивание. Эта база очень удобная, у нее красивый оттенок, она не течет в кутикулу и самовыравнивается. Выравнивать базу и подвести кутикулу мне помогает тонкая кисть с Алиэкспресс. Сушу базу полное время 30-60 секунд. Для того, чтобы сделать фон, а именно яркие полупрозрачные пятна, я беру глянцевый топ, любой, и капаю на палитру, нужно 2 лужицы. Далее добавляю ярко-розовый и ярко-желтый оттенок. Эти цвета хорошо сочетаются друг с другом, но вы можете взять любые цвета, которые вам нравятся. Мешиваю цвета в топ попкой кисточки, дабы не испортить ворс кисти. Далее вам нужна более толстая кисть, у меня это универсальная кисть, тоже с Алиэкспресс. Выбираем сначала розовый цвет и проставляем сразу на все пальчики розовые пятна. Хаотично, где больше хочется. После того, как пятна проставлены, вытираем кисть от цвета об салфетку с мощной в обезжиривателе. И этой же кистью растягиваем оттенок по краям, создавая градиент. Не обязательно делать это идеально, так как, во-первых, этот цвет полупрозрачный и переходов резких не будет. Да и пока вы делаете все пальчики, цвет сам немного распределится. Плюс еще к тому, что это просто фон, его все равно не будет видно за рисунком. После сушим полное время. Далее то же самое мы делаем с желтым оттенком и тоже сушим полное время. Следующий этап это покрыть все матовым топом. Для чего? Нам нужна матовая поверхность для рисунка акварелью. Поэтому покрываем в тонкий слой и сушим полное время. Далее нам нужна белая акварель. Можно взять детскую акварель или акрил. Также нам нужна вода, салфетки и кисть для акварели. У меня колонок. Разводим краску в воде, чтобы она стала менее яркой. И рисуем клетку на ноготках сначала две полоски вертикально. Ждем пока они высохнут. И после три полосочки горизонтально. Делаем их немного волнообразными. Когда мы накладываем так полоски друг на друга, то получается очень красивый эффект пересечения полупрозрачных полос. Осталось покрыть финишным топом с выравниванием. И нужно добавить более четкие полосы гель краской без липкости. Тонкой кистью рисуем тонкие полосочки посередине предыдущих. И сушим 60 секунд. Все, наращивание и дизайн готовы. Все левой рукой. Я думаю даже за это я уже заслужила ваш лайк. Если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. А на этом все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok